Друзья мои, хочу познакомить вас с прогнозом, который как бы спрогнозировал, написал, не поверите кто, сам Билл Гейтс. Я над этим материалом, вернее в этом материале, будет ссылочка всплывать по матрице Билла Гейтса. Она у меня есть. Технологический магнат вспомнил победы, трагедии только что завершившегося года. А в целом его прогноз переводится следующим образом, то есть заголовок «Хороший и плохой 2022 год». Хороший и плохой. Ну, давайте попробуем разобраться. Я попробую процитировать, о чем же он говорит. В новогодней записке, наполненной надеждой и остротой, миллиардер Билл Гейтс вспоминает победы и трагедии только что завершившегося года и выражает оптимизм по поводу того, что вот-вот начнется. Однако, среди оптимизма есть некая осторожность, поскольку соучредитель Microsoft пишет о том, что его больше всего беспокоит приближение 2022 года. Одним словом, он боится приближения 2022 года. Дорогие мои, дослушайте, это очень-очень важно. В своем блоге под названием «Причины для оптимизма после трудного года» Гейтс также рассказывает о том, как пандемия сделала повседневную жизнь еще более зависимой от цифровых технологий. Ну, уже мы видим, что он тянет одеяло на себя. Есть и некоторые личные мысли у Билла Гейтса, когда он говорит о своем разводе с Мелиндой Гейтс и недавно обретенном пустом гнезде, когда все трое их детей ушли в школу и колледж. Ну, причины для оптимизма. Он говорит, что моя работа всегда основывалась на простой идее. «Мир может стать лучше», пишет Гейтс. «Большая неудача, такая как пандемия, мешает поверить в возможность прогресса. Тем не менее, я по-прежнему оптимистичен в отношении нашей способности построить мир, в котором у каждого есть шанс прожить здоровую и продуктивную жизнь». Прежде чем я начну цитировать его дальше, ремарочка немножечко. Ну, я же должна ложку дёгтя или мёда положить в бочку Билла Гейтса. Интересно сложилась судьба развода в 2021 году. Пустое гнездо, особенно когда дети в школу уходят. И хотите верьте, хотите нет, но он основывается, его работа, на простой идее. «Мир может стать лучше». То есть всё то, что происходит или происходило ранее, это всё делалось, господа. Вы, мои хорошие, ради нас с вами, ради нашей лучшей, счастливой, удобной жизни. Вот так. Но как же тут не поверить во Всевышнего, когда есть всё-таки такое наказание? Семья-то распалась. Может быть, это самое главное для него было. Ну, а в итоге гнездо опустело, птичка улетела. Я отнюдь не издеваюсь. У меня просто такая манера сейчас разговора. Далее. По словам миллиардера, самая большая, хорошая новость заключается в том, что люди наконец-то убедились в важности остановки пандемии. Дорогие мои, мы наконец-то убедились. Мы виноваты. То есть мы решили её остановить. Далее он говорит, я надеюсь, что мы увидим широкую поддержку усилий по обеспечению готовности к пандемии. Понимаете, о чём ещё он говорит? Что он всё-таки надеется, что будет ещё широкая поддержка усилий по обеспечению готовности к пандемии. Далее он говорит, в настоящее время я пишу книгу, которая выйдет в следующем году, то есть в 22-м, в которой изложен мой план, как сделать так, чтобы вот эта беда стала последней пандемией. Вообще-то я... у него есть патент. Он мне попался на глаза. Жалко, 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 что я ссылочку не оставила, но надо будет поискать, где все вот эти вот вещи, которые творятся, это всё запатентовано, дорогие мои. Это бизнес. Далее. Гейтс также оптимистичен в отношении инноваций. Он говорит, я ожидаю значительного прогресса, поскольку исследования и разработки, которые были приостановлены из-за пандемии, набирают обороты. То есть прогресс всё равно идёт. Я думаю, что здесь и QR-коды, и не только они. Далее в своём блоге он уже рекламирует новый препарат. То есть он делает бизнес. Я не буду его называть. Он говорит, что он проходит клинические испытания. Ну и он ожидает хорошего прогресса. Причём в нескольких направлениях. Ну, я уже скажу, это профилактика ВИЧ и болезнь Альцгеймера. Ну, что-то как-то слабо верится. Я в последнее время стараюсь как-то уже импортные лекарства и не покупать, хотя и наши желают быть лучше. Вообще надо быть здоровым. Ладно, пойдём дальше. Билл Гейс говорит о нескольких других вещах, которых стоит ожидать от прекращения данной ситуации с вот этим, с этой бедой, до существенного прогресса в области изменения климата. Вообще, скажу честно, моё личное мнение, вот просто моё личное мнение, это моя точка зрения. А я даже не то, что утверждаю, я буду корректно в выражениях предполагаю, что если бы китайцы для Китая ввести какие-то ограничения, вещи, продукция должна быть качественной и не должна быть однодневкой. Нельзя загаживать окружающий мир, природу. То есть мы из Китая привозим весь вот этот химию, этот шлак этот, а потом ещё платим налоги и... Дорогие мои, для... У меня даже нет слов. Чтобы очистить экологию, так а зачем? Может быть, надо поставить в некие рамки китайцев, чтобы они не делали вот эту вонючую... Вонючие чайники китайские. Они же производят бог знает что и бог знает из чего. Высказалось. Вы у меня, простите, побыли психоаналитиками. Спасибо. Вернёмся к Гейтсу. Он также говорит о неких других вещах или о нескольких, скорее всего, которых стоит ожидать от прекращения вот этой пандемии. То есть получается так, что если эта пандемия прекратится, значит, всё равно нас ждут другие проблемы. И прежде всего они касаются климата, изменения климата. Но об этом я уже высказалась. Особое беспокойство у Гейтса вызывает, знаете что? Дорогие мои, слушайтесь. Я буду читать медленно, чётко, даже несколько раз. Он говорит, что беспокойство у него вызывает это недоверие людей, то есть нас с вами, к правительствам, и это может остановить или замедлить прогресс, то есть развитие прогресса будет замедлено. Дорогие мои, да я за то, чтобы он вообще остановился. Поверьте, кроме беды мы от этого развития, мы уже, мы ничего лучше не увидим. Далее он отмечает, что для того, чтобы государственные учреждения могли решать такие вопросы, как предотвращение пандемии, изменение климата, люди должны перестать отвергать их указания из принципа. То есть мы с вами должны... То есть оказывается, когда мы отказываемся от шмурдяка, от QR-кодов, да, чтобы нас переписывали, то это мы делаем из принципа. Так вот, для того, чтобы был прогресс, чтобы он продолжался, развивался, чтобы наши деньги были все на карточках, чтобы, ну, я не знаю, что там еще, чтобы все было в электронном виде, чтобы любой правитель мог зайти и посмотреть, а сколько же там у Зои Адамовны, извините, нижнего белья лежит в шкафчике. Да. Ну, простите, это так. И это... Здесь нет ничего, никакого сарказма. Сарказма – это то, к чему стремится мировое правительство и подталкивает к этому наше правительство, то есть наших президентов. Я уже иногда не верю, наши ли это президенты и наши ли это чиновники. Ладно, пойдем дальше. Далее он говорит, «Есть много причин для этого растущего разрыва, в том числе 20-часовой цикл новостей, то есть причины для разрыва, то есть много причин есть для разрыва. На первое место он ставит 24-часовой цикл новостей, политический климат, который вознаграждает создание заголовков, а не предметные дебаты и рост социальных сетей», – говорит Гейтс. Разжевываю. То есть новости нам не надо до нас доносить 24 часа. Это лишнее. Далее. Это создает политический климат, не тот, который нужен для того, чтобы был прогресс, чтобы знали, сколько у меня, извините, нижнего белья в комоде. Ой, во-первых, и он говорит, что это вознаграждает, то есть это является... То, что СМИ все борются за рейтинг, за аудиторию, это понятно. И он здесь говорит, что вот это все вместе создает некие заголовки и нет предметных дебатов. Ну и растет рост, производится рост социальных сетей. И социальные сети, по большому счету, конечно же, они влияют на все то, что происходит. Ну вот вам отсюда то, что делается, некие штрафы для Ютуба, которые идут, что там где-то кого-то, может быть, закрыли кого-то еще куда-то. Я в это не полезу, потому что я этого не знаю, и мне как-то это фиолетово, по большому счету. Ну вот как-то так. Ну, коль им до нас фиолетово, чего нас это должно волновать? Ладно, дальше идем. Он говорит, это часть более широкой тенденции к недоверию к институтам, и это одна из проблем, которые меня больше всего беспокоят в преддверии 2022 года. То есть, его беспокоит то, что мы слишком осведомлены, что рост соцсетей идет, да, что СМИ всячески пытаются это до нас донести, кто во что гораст. Ну, со СМИ здесь, конечно, есть вопросы, потому что иногда я сама из главных редакторов, и я прекрасно понимаю, как это делается. Во-вторых, много не договаривается, много перевирается. Ну, это ладно. Далее он говорит, что в будущем правительствам, возможно, придется регулировать онлайн-платформы, чтобы обуздать все это. То есть, дорогие мои, то, что делает сейчас Россия. Вот вам, пожалуйста, закон Хинштейна-Вяткина в России. Ну, в Беларуси я еще пока, как бы у нас нет таких жестких законов, но у нас есть какой-то тоже принят указ за оскорбление президента. Но это действительно, этого делать нельзя. Особенно, если президент действительно что-то делает в стране. Далее он говорит, я никогда не был фанатом новогодних решений, говорит Гейтс. У меня нет какой-то конкретной цели на 22-й год. Но я надеюсь, что следующий год будет более стабильным, чем этот. Дорогие мои, это некий прогноз, это некое пожелание. Это некий анализ, если хотите, всего того, что мы прожили, что прожил Гейтс и на что он надеется. Конечно же, он надеется на то, что он уже проводит некие испытания каких-то препаратов по ВИЧ, по болезни Альцгеймера. Далее, что социальных сетей будет меньше. Поговаривают, что Фейсбук может лечь. Я, правда, не смотрела. И в целом, что новости 24 часа, они лишние, по большому счету, для нас. То есть, мы слишком информированы. Далее, то, что из принципа мы вместе с вами не будем отказываться от всех тех нововведений, которые будет предлагать нам наше правительство. Дорогие мои, я думаю, что вы разберетесь. Послушайте, это очень важная информация. По большому счету, Билл Гейтс обозначил некую такую правительственную уже линию или же дорогу, некие рамки для нас с вами, если хотите, жизненные рамки. То есть, мы с вами должны меньше слышать, меньше знать. Дела принципа, ради принципа, они считают нашу жизнь, наше здоровье, наше пространство, что они вторгаются в наши личные уже какие-то пространства, они считают это все неким делом принципа. Дорогие мои, но это не принцип. У нас уже и так, я уже иногда шучу, у меня уже даже знают, сколько, я не знаю, размер обуви, все знают, потому что телефоны, они подключены везде кругом. И не зря наш Александр Григорьевич говорил, что показывал телефон такой вот обычный, еще до айфонов, что говорил, носите вот такие телефоны. Вообще, я должна сказать, что наш президент золото. И страна наша прекрасная. Мне очень будет жалко, если ее растащат российские олигархи. Дорогие мои, я желаю всем добра, здоровья, поздравляю всех с Новым годом, с Рождеством. Так вот, давайте принципы, принципы самосохранения все-таки будем сохранять. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова